Новый год Для меня лично, я думаю, для многих есть люди, у которых также этот праздник, это событие, во время него получается какое-то настроение, и настроение Нового года, так же, как, например, в день рождения, но в день рождения праздник только у тебя, а в Новый год праздник у всех, и ты ходишь по улице, и это очень приятно наблюдать, когда люди заряженные, люди радостные, и от них ты начинаешь заряжаться, вот это для меня Новый год. Без чего Новый год не Новый год? Главное отреку. Главное отреку. Я не знаю, еда, наверное, я люблю поесть. Какая еда, какая любимая самая еда на Новый год? Побольше жареного, желательно цыплят, жареный цыплят, да, точно. Семен Нового года это жареный цыпленок получается? Нет, да. Почитаю, домашнего приготовления, куру с гарниром, что может быть лучше? Без головы. На любви. Конечно, без головы, зачем голова, когда есть хвост? Здесь хвост зачем, голова? А вот кто сильнее, ребят, меня мучает вопрос. Санта-Клаус или Дед Мороз, кто кого уделает? Дед Мороз. Почему? А он просто по волчебству лучше у него. Дед Мороз это Россия. Да, по России все. Санта-Клаус это кто? Ну, Санта-Клаус это больше американская тема, по-моему. Ну, как сказать, вообще скандинавская, которая зашлась по-моему. Он что-то знает. На самом деле, Санта-Клаус это достаточно плохой дух, это демон, демон плохого. А, Дед Мороз нет, поэтому все отлично. Я очень много его не знаю, оказывается. Что-то ваш коллектив паридеет скоро. Что? Какой демон? Ты что? Ладно, Дед Мороз будет... Короче, Дед Мороз, я считаю, будет сложнее, потому что пальто длиннее. Ну, Сантой покороче, ему будет проще. Ногами раскидается. Именно, в основном, ногами будут работать. Да, Санта он такой кикер, кикбоксер. Насчет мороза. Не, ну если по правде говорят, Дед Мороза... Дед Мороз это Россия, страна большая, ему сложнее. И он каждый раз на себе носит эти подарки, он по-любому будет больше, чем Санта-Клаус. Потому что Санта-Клауса меньше. Вот отсюда вопрос, откуда у Деда Мороза столько денег на все эти подарки, ребят? Вот вы представляете, всем детям страны, взрослым, накупить, надарить это... С налогов. Так это мы не говорим. Я надеюсь... Почему? То есть Дед Мороз сидит в ФНС. Ему приходит часть налогов, немного подарков, откуда-то, откуда-то, а потом он еще сам покупает подарки. В общем, на все хватает. Это же волшебник. Я не знаю, что я несу, не слушайте меня. Если Дед Мороз кормится с налогов, это самый богатый бюджетник нашей страны. Скорее всего, так и есть. Ребят, еще небольшой блиц. Из чего состоит оливье? Горох, морковка, колбаса, картошка. Почему внучка Снегурочка и кто ее родители? Снеговики. Почему? Они просто красивые ее облажили. Вот, кстати, Снегурочка и Дед Мороз, известный дуэт. Кто мог бы стать триплетом? Енот. Почему енот? Первое, что в голову пришло. Ну, еноты, они симпатичные. Подошел бы. В принципе, еноты везде подходят. Дед Мороз, Снегурочка. Непринципиально. Главное, чтобы был енот. Волгоград, с Новым Годом вас поздравляем от команды Best Jam. Желаем всем мира, гармонии, чтобы все ваши мечты сбывались, чтобы вы оставались всегда собой и верили в свое будущее. Здоровья и процветания. Ведь 2020 год – это уникальный год, ведь 20 и 20. И мы желаем вам дожить до следующего столетия, чтобы вы отмечали 21-21. С Новым 2020 годом!